Осечки на огневом рубеже оставили сборную Югры без медалей. Накануне в Хантамансийске в рамках первого этапа Кубка страны по биатлону состоялись смешанные эстафеты. Всего в гонке приняло участие 22 команды, 4 из которых югорские. Первый состав был близок к подиуму. Елизавета Каплина после второго этапа смогла создать комфортное преимущество для своего квартета. Далее Дмитрий Иванов удержал отрыв почти в 15 секунд. А вот Петр Паченко допустил три промаха на первом огневом рубеже и потерял лидирующие позиции. В итоге первый состав сборной Югры занял четвертое место. Победу в гонке одержала сборная Свердловской области. Кирилл Бажин здорово сработал тактически и обошел на заключительном подъеме белоруса Павла Белько и принес своей команде золотые медали. Второе место у сборной Беларуси замкнуло тройку лидеров сборной Новосибирской области. Конечно, цены действия на ошибки соперников. Какой-то я думал, белорус хоть немножко дрогнет. Нет, он не дрогнет, он закрыл с пяти. Я понимал, что нужно отрабатывать, и тогда будет только шанс побороться с такого вида. Тактически я еще... Ну, с утра я думал, мало ли вдруг будет борьба. И знаю здесь сколько поворотов, какой крутой подъем. И я со спуска сел и понимал, что надо все сделать, чтобы на спуске его обогнать и выйти в подъем первым. А там уже тактически сыграть, как я смогу. Ну, Кирилл Бажин обошел под конец спуска. Он хорошо расстолкался, а у меня уже не было сил продержаться. Ну и в финишном створе, да, не хватило сил побороться. Ну и, получается, должен был этот этап побежать Антон Смольский. Когда стало понятно, что будет замена? Ну, я уже вышел на тренировку. Откатал 20 минут, и мне позвонили, сообщили, что Антон плохо себя чувствует. Попросили. Сказали, нужно пробежать эстафету. Продолжение следует.